Всем привет на канале ArtSchool! Сегодня нарисуем гуашью Натюрморт с маками. Нам понадобится лист бумаги, карандаш, ластик, гуашь, кисти и вода. При подготовке этого видео использовалась продукция компании Эрих Краузе. Гуашь Эрих Краузе 12 цветов. Непременно понравится каждому юному художнику. Краски отличаются яркими, сочными цветами и высоким качеством. Также хорошо ложатся на бумагу и быстро сохнут. Итак, начнем. Намечаем на листе расположение вазы. Рисуем центральную ось. Она делит вазу пополам и нужна для того, чтобы нарисовать симметрично. Теперь рисуем контуры вазы. Сверху и снизу вазы рисуем два эллипса. Намечаем расположение трех больших цветков. Рисуем стебли. Детально прорисовываем маки. У каждого цветка рисуем серединку и лепестки. Рисуем стебли. Украшаем букет листиками и бутонами. Не забудьте изобразить линию стола. Наш эскиз готов. Можно приступать к рисованию натюрморта гуашью. Нам понадобится большое количество краски. Добавляю воды совсем чуть-чуть. Начинаем с нанесения краски на фон. Нам нужен коричневый цвет и белила. Мазки наносим вертикально. Верхние углы листа затемним сильнее. Туда добавляем больше коричневого цвета. Нижняя часть фона более светлая. Туда добавляем больше белил. Теперь наносим основной цвет на поверхность стола коричневым и белилами. Можно в отдельных местах смешать коричневый с небольшим количеством охры и розового цвета. Только наносите мазки горизонтально в одном направлении. Не нужно волноваться, если где-то ошиблись. Гуашь такая краска, которая легко перекрывает предыдущие слои. Поэтому всегда можно подправить что-то, если вам не понравилось. Для керамической вазы используем коричневый цвет, белила и охра с небольшим количеством воды. Зарисовываем участки света и тени, разбавляя краску необходимым количеством белил. Опять же все делаем мазками, используя много краски. Постепенно осветлим блик на вазе. Затемним вазу в нужных местах. Ставим блик на вазе. Тонкой мягкой кистью рисуем тень от вазы на столе смесью черной и коричневой краски. Теперь можно приступить к цветам. Мазками в разных направлениях рисуем красные цветы. Набираем побольше краски на кисть. И основным красным цветом перекрываем все лепестки цветка. Тени внутри цветка закрасим красным и черным цветом. Таким же темным будет серединка. Теперь в оранжевый цвет немного добавим красного. Перекроем светлые участки цветка. Пишем с эмоциями и отличным настроением. И тогда все получится. К этому цвету добавим белил и поставим блики. Когда мы ставим кисточкой мазки на маке, то представляем себе, как на каждый цветок падает свет. Где будут более затененные области, а где наиболее освещенные. Приблизительно в такой последовательности раскрасим остальные цветы. КОНЕЦ КОНЕЦ Чтобы наши цветы были красивые, живописные, можно немного на светлых участках осветлить оранжевую краску, добавив в нее желтой. Светло-зеленый нам понадобится для серединки цветка. Поверх темного цвета нарисуем светло-зеленым. В этот же цвет добавим немного белила и желтой краски. И прорисовываем тычинки цветков. Вымешиваем зеленый, желтый и немного черного. Раскрасим этим цветом листья. Перекроем тем же цветом стебли и бутоны. Стараемся передать как можно лучше изогнутую форму стебля. Светлые участки перекроем светло-зеленым. И для того, чтобы наш натюрморт был красивый, украсим его светло-зелеными листьями травы. Тоненькой кистью рисуем аккуратно и уверенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Друзья, подписывайтесь на канал. Вас ждут впереди много интересных и новых видео. А также ставьте лайк. Всем пока!